Вот, посмотри, я сшил себе костюм. Смотри, какой. Вот. Ты думаешь, я не на ту пуговицу застегнул, да? Если я на ту застегну, и всё хуже будет. Вот. Видишь, ноги замерзают, зато перчаток не надо. Простите, я просил двубортный пиджак. Вам однобортный лучше. Со стороны виднее, поверьте. Нет, мы договорились, что брюки прямые, вы сделали расклёшины. Понимаете, радиус ваших ног не позволяет. На чёрном пиджаке зелёные пуговицы. Вы своём имя? У вас зелёные глаза, к ним тон зелёные пуговицы. Кто вам сказал, что у меня зелёные глаза? Они у меня карие. Зелёные, как клубника. Клубника красная? Перестаньте. Я 50 лет её ем. Солёная, длинная. Вы путаете клубникой с селёдкой. Как же вы шьёте? Как все кутюрье, иголкой и ниткой. Мне нужен приличный костюм на свадьбу. Поверьте, она вам не пара. С чего вы взяли? Вам не просто подобрать пару. У вас нестандартная фигура. Вы имеете в виду радиус ног и диаметр головы. Вы умные, но некрасивые. Для счастливого брака ищите противоположность. Дуру с хорошей фигурой. Я нашёл. Дуру ждёт от меня ребёнка. Не дождётся, он не от вас. Вы так думаете? Уверен. Назначен день свадьбы. Как-то неудобно. Удобно. И джак жмёт подмышками, и брюки в промежности. Разносятся. И за отменной свадьбой начнёте нервничать, похудеете. Через месяц костюмчик сядет, как плитой. Значит, вы думаете, я не думаю, я уверен, доверьтесь мастеру. Поговорите. Сколько с меня? Пять тысяч. Держите. Минуточку. Здесь пятьсот рублей. Я семь лет работаю в банке с деньгами. Это пять тысяч. Доверьтесь мастеру. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ